Добрый день! Сегодня видео про красавца голландца Лека Фантастик. Лека Фантастик это азиатское название этого сорта, но мы больше всего привыкли именно к нему. А голландцы в свое время назвали сорт Дракон Харт, то есть Драконе Сердца, но почему-то все зовут Лека, Лека, Лека прижилось, поэтому пусть будет Лека. Он у меня уже давно, Лека Фантастика в мутации рисунка и цветет он постоянно, ну как постоянно, систематически, крупными гроздьями, каскадами, никогда не капризничает. Сорт вообще беспроблемный, не заметила у него каких-то недостатков, каких-то слабых мест. Так что рекомендую даже новичкам. Видите, солнышко сегодня то пришло, то ушло. Посмотрим как раз таки на него при разных условиях освещения. Это даже интереснее будет. У меня новые лампы, эти лампы нагреваются, соответственно, у более верхних цветов, которые ближе к лампам, окрас более светлый. Прям хорошо видно, потому что здесь была температура выше, у нижних более темный окрас. Так что мы должны понимать, что если растение будет стоять на подоконнике, то скорее всего, на солнечном, скорее всего, будут довольно-таки светлые цветы. И я думаю, что будет быстрее выцветать вот этот оттенок розово-рыжий. Более свежих цветов рыжий цвет. Вот он, самый левый цветочек, он самый последний раскрылся. Он такой кирпичный немножко. Кирпичный оттенок довольно быстро уходит и на его смену приходит такой пульно-розовый. Мне очень нравится этот цвет. Лека довольно долго держит свои цветы. Посчитала я на двух гроздочках у нас 20 цветков. Неплохой результат для крупного стандарта. По размеру цветка, ну давайте по нижнему посмотрим, наверное. Так, по какому-нибудь из этих. Ну, полных 7 есть сантиметров. Если по верхнему. Тут еще пролезть нужно. Тут, мне кажется, 7,5, да. 7,5. Так что для любителей не мелких сортов, ну, должна предупредить, что розетка у него довольно-таки крупная. Корневая система тоже со временем растет. Ого-го! Готовьте ведра. Покажу вам его поближе. У меня сегодня такой помощник на солнышке лежит разогретый, горяченький такой Добинь. У меня любят участвовать в видеосъемках и фотосъемках. Он не против. Он сам приходит. Вот такой вот красавец Лека. Давайте покажу цветы поближе. Они того стоит однозначно. Видите, это те самые белые цветы, которые были ближе к лампе. Так, а вот последний. Видите, какой рыжий. Рыжик-рыжик. Губа какая. Губа совершенно разная у всех цветков. Чем мне нравится этот сорт. Идентичной губы нет ни у кого. Ни у одного цветочка. Ну, просто шикарный красавец. Всполохи мне очень нравятся. Видите, тут местами даже сплэши и рюшечки пошли по краям лепестков. Сорт, конечно, очень красивый. Очень яркий. Вот солнышко ушло. Можно видеть его настоящий цвет. Обязательно делитесь в комментариях, есть ли у вас Лека капризен или нет. Нравится ли вам этот сорт? Мне кажется, безразличным к нему остаться невозможно. Сорт довольно часто продается у продавцов. Можно найти орхидей голландских. В том числе и у азиатских. У азиатов обычный Лека я видела без мутации рисунка. А у голландцев периодически можно поймать именно в такой мутации рисунка, как у меня. И он, не скажу, что дороже, сильно дороже стоит, но немножко наценивают, да, за рисуночек. Видите, у обычного Лека вот эти вот сполохи, сплэшики, они только вот так вот идут по этой линии, по центру лепестка. А у моего, как видите, они прямо идут как салютиком, таким по всему лепесточку. Просто иногда спрашивают меня, в чем разница. Разница есть. Вы можете просто в поисковике забить, если не видите Лека Фантастика, и можно посмотреть на рисунок. Ну вот такой вот красавец, так вот расстарался. Ну, у меня в этот раз, в этот сезон, это лето, многие дали из взрослых по несколько цветоносов. Так что буду показывать потихонечку, по мере распуска бутонов. Здесь, кстати, один цветонос, только он, видите, разветвленный. Я люблю пускать каскадом. У меня нет таких высоких стеллажей. Полок, чтобы вертикально крепить. Ну, понимаете, да, вот эта гроздь, она спущена вниз. То есть, если бы я вертикально закрепила, она, наверное, до потолка была бы. Ну вот, посмотрели вы моего красавчика. Я уже не первый раз его снимаю, но невозможно было не снять этот обзор, невозможно. Не показать эту красоту в этом видео. Подписывайтесь на канал, ждите новые видео, их будет много, и тем летом особенно. Всем хорошего настроения, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова